Как вы себя чувствуете? Сейчас я вам буду проводить забор ТОВИ на мартеры вирусных гипотетов. Положите руку. Ферузя Мушарапова работает медсестрой более 40 лет. Женщина пришла в благородную профессию по зову сердца. С юности хотела помогать людям. Окончила медицинское училище, ныне медколледж. Ферузя вспоминает, в работе освоилась сразу, помогали опытные наставники. Опязанности старшей медсестры на протяжении многих лет женщина исполняет с удовольствием. Работает по призванию. Допуск к работе сотрудников, работа с пациентами, организация забора крови, организация инъекций внутривенных, внутримышечных инъекций, потом оказание неотложной помощи. Умение оказывать помощь, делать уколы – это обязательно. Но и о чуткости забывать не стоит. Считает Ферузя. Любовь к пациентам, любовь к людям обязательно. Выносливость. И стараться не выгорать в течение всей жизни. Истории бывают разные. И смешные, да неприличие. И печальные. И серьезные случаи, когда пациент на грани жизни и смерти. На такой работе не соскучишься. Это лето. Забегает женщина, еле-еле говорит, спасите меня, пожалуйста. А я ей говорю, поспокойнее, садитесь сейчас. Что с вами? Она уже перестала говорить. Я поняла, что у нее отек венки начался. Залетела пчела или вон, ну в общем, эти осы летают. Это было лето. Она арбуз или что-то покупала. Я быстро оказала ей помощь, что мы должны сделать. И, в общем, через дня два-три эта женщина принесла нам столько всего, что мы ее спасли. Благодарность выразил и губернатор Ульяновской области. В международный день медицинский сестер Алексей Русских наградил и поздравил специалистов в правительстве. Профессия медсестры, она, считаю, вечная. Я вот недалеко, две недели назад столкнулся тоже с медсестрами. Вот пришлось сделать операцию на ноге. Я давно откладывал спортивную термо. Вот поэтому два дня тоже лежал, когда после операции за мной ухаживали. Ферузе и ее коллегам присвоили звание заслуженных работников здравоохранения.